Йо парни, всем привет! Если вы хотите выиграть самый крутой Dodge Charger 1970 года, обязательно принимайте участие в конкурсе, который я провожу у себя на канале. Не забываем, переходим по вот этой ссылочке, выполняем все условия конкурса, которые описаны в том видео, и возможно вы станете победителем в этом конкурсе и выиграете Dodge Charger 1970 года. Ссылка на ролик с конкурсом под этим видео сразу же. Переходим и участвуем. Ребят, всем привет! Меня зовут Тигран, добро пожаловать на мой канал Тест Ранник. И сегодня я вам хочу показать и рассказать такое вещи, которое вы точно не знаете, и об этом не знает большинство автолюбителей. Я вам расскажу и покажу, для чего нужен вот этот вот квадратик на зеркалах. Он есть абсолютно на всех машинах, на Жигулях, Девятках, Волгах, Тавриях, что там еще, в принципе, на любых, на иномарках каких-то, да, там, не самых свежих. Но никто не догадывается, вообще не пользуется им. Все просто ездят и даже не задумываются. Некоторые даже не знают, что у них он там есть. Смотрите этот видос до конца, и вы узнаете, в чем тут фишка. Ребят, прежде чем начать этот ролик, у меня есть каждому из вас маленькая просьбочка. Пожалуйста, поставьте ваш лайк, напишите обязательно комментарий, напишите свое мнение. Если вам нечего написать, напишите спасибо или просто поставьте плюсики. Все это помогает развивать мне мой канал, тем самым дает мне мотивацию снимать для вас интересные и полезные видосы. Теперь погнали к нашей теме. Так, ну вот поближе конкретно на моей Волге. Значит, вот он, этот квадрат. Вот так вот он выглядит. В принципе, ни на что он не похож, да, такое ощущение, что как бы его тут и нет. Никто на самом деле его не замечает абсолютно. Ну а теперь немного предыстории. Сидите вы такой на водительском месте, едете за рулем, да, в это зеркало вам видно все хорошо. В это зеркало вам тоже все хорошо видно, то есть если что-то плохо видно, его можно подрегулировать, скажем так, немного, да, там, вот. А с вот этим зеркалом возникают постоянные какие-то косяки. То есть как вы его не регулируете, да, там вот выставляете, да, чтобы видно было, зажимаете уже эту ручку бедную, крутите, выкручиваете и так далее. Все равно, вот допустим, как я сижу сейчас, да, здесь, мне не видно, вот у меня сейчас зеркало повернуто полностью в правую часть, в левую, вернее, часть, да, полностью вверх. Но, тем не менее, вот, вот я ставлю камеру к своему носу, да, и мне не видно машины. То есть мне видно уже там где-то что-то происходит, а то, что у меня вот здесь вот происходит в мертвой зоне, получается бред. Именно поэтому мне наклеены вот эти вот такие кружочки на зеркалах, да, потому что они дают шире обзор. Так вот сейчас специально для вас я откручу это зеркало, и мы посмотрим все-таки для чего нужен этот квадрат. Значит, снимается он довольно легко, здесь всего лишь вот три болта, шурупа, то есть просто тупо откручиваем его от двери, да и все. Так, ну вот зеркало у меня в руках, теперь несём его на верстак. И снимаем этот загадочный чёрный квадратик. Так, ну вот зеркало у нас на верстаке. Берём ножик, подковыриваем. Есть. И таинственный момент, тадам. Здесь есть регулировочный болт, вернее это просто болт, да. А теперь что он этот болт делает? Значит, смотрите. Во-первых, на самом деле, то, что мы все, да, вот я в том числе совершаю эту ошибку, вот мы как делаем? То есть мы двигаем зеркало влево-вправо, ещё поэтому пытаемся его сдвинуть вверх-вниз, то есть как-то этот самый. Но зеркало-то не имеет регулировки вверх-вниз, оно имеет только влево-вправо. Вот, судя по вот этой вот прорези овальной. Это снимайся. Овальная прорезь на ручке, она-то только влево-вправо двигается. Так вот, допустим, когда нам надо полностью подвинуть зеркало сюда, мы уперлись в регулировку, а нам зеркала не хватает. Что мы делаем? Мы откручиваем этот болт, ключик на 10. Дожимаем зеркало как нам надо. Вот в крайнем положении, да, оно у нас сейчас. Дожимаем, опять же, дожимаем аккуратненько, чтобы его не треснуть. Можно его немножко отсюда подковырнуть. Придерживаем, вот четко придерживаем. Закручиваем на место этот болт. И вуаля, у нас зеркало теперь находится в крайнем положении. И когда мы, допустим, свернули в правое положение край, да, то есть самое дальнее, она у нас стала вровень с зеркалом, ну, вровень с корпусом. А до этого оно-то у нас было, ну, вот, грубо говоря, в среднем положении оно было вровень. А сейчас в среднем положении оно уже утопляется сюда. То есть мы просто сдвигаем вот это вот максимальное положение его намного глубже. Вот. Значит, здесь эта штука имеет подпружиненную, да, там вот шарнир такой с пружинкой. То есть, ну, сейчас его надо просто, грубо говоря, более там равномерно зажать. Я вот вам сделал для видео. Ну, вот так вот эта штука работает. И теперь вам не придется выламывать ручку. То есть вы просто поворачиваете, откручиваете, снимаете квадратик, заводите его в крайнее положение здесь. При отпущенном болту поправляете регулировку, закручиваете, и все получается чики-пуки. Ну, а теперь я сейчас все соберу и пойдем посмотрим результат на машине-то, как получилось. То есть вот еще раз мы его поджали в крайнее положение. Зажали гайку. Все. Ставим на место этот квадратик. Больше он нам не нужен. И все. Идем, прикручиваем снова нам автомобиль. Ну, и теперь торжественный момент. Поворачиваем голову с нашего сиденья. И что мы видим? Вот мы видим наш край автомобиля. Все нормально. Все выставлено четко. Ручка стоит в крайнем положении, да, как она и должна быть. Ну, вот все видно. Все круто работает. Готово. Элементарно. Буквально 2 минуты работы. Ножик и гаечный ключ. То есть на самом деле это можно не снимать с автомобиля, это можно сделать прямо на машине. То есть просто подковыриваем квадратик, берем торцевую головку на 10, ослабляем гаечку, выставляем зеркало, как нам надо. И вот все готово. То есть вот я сижу на водительском сиденье. Вот я поворачиваю голову. И вот я вижу край своего автомобиля и все, что находится у меня в мертвой зоне. Ребят, я надеюсь, вам понравилось это видео, поэтому, пожалуйста, не забывайте лайки, комментарии. Чем больше лайков, чем больше комментариев вы оставите, тем больше я буду делиться с вами полезной информацией, лайфхаками, советами по ремонту и обслуживанию автомобилей. Ну и вообще всем, что связано с миром автомобилей. Кстати, ребят, у меня к вам есть просьбочка такая. Значит, у моей жены есть канал, мы тоже делаем YouTube канал. У нее будет лайфстайл-блог такой про жизнь, про визаж, про женские штуки. Но на данном этапе, на начале развития у меня к вам просьба. Зайдите, пожалуйста, на ее канал. Значит, ссылочка сразу под описанием видео. Называет Ангелина Горелова, лайфстайл-блогер. Пожалуйста, просто подпишитесь на какое-то время сейчас пока, поставьте лайки на видосах, напишите комментарии какие-то. Только, пожалуйста, ребят, ну, те, кто негатив пишет, вообще не заходите и забудьте вообще и про меня, и про нее. А вот кто адекватные люди, зайдите, пожалуйста. То есть, дайте мотивацию человеку снимать ролики, дайте вот какой-то толчок. Ну, это лично от меня просьба, поэтому, пожалуйста, потом можете отписаться, как бы, если вам будет неинтересно. А если вам будет интересно то, что она рассказывает, то, конечно же, смотрите, можете показать своим девушкам, женам, сестрам. Очень интересные ролики снимаем. Поэтому лайки, комменты, подписочка на канал, смотрите другие видосы. Всем удачи, спасибо за просмотр, пока. С вот этим зеркалом возникают постоянные какие-то косяки. То есть, как вы его не регулируете, да, там вот выставляете, да, чтобы видно было. Зажимаете уже эту ручку бедную, крутите, выкручиваете и так далее. И все равно, вот допустим, как я сижу сейчас, да, здесь, мне не видно. Вот у меня сейчас зеркало повернуто полностью в правую часть, в левую, вернее, часть, да, полностью вверх. Но, тем не менее, вот я ставлю камеру к своему носу, да, и мне не видно машины. То есть, мне видно уже там где-то что-то происходит. А то, что у меня вот здесь вот происходит в мертвой зоне, получается бред. Ребята, подпишитесь сейчас сразу на канал, жмите вот эту кнопку, и вы будете всегда первыми узнавать о новых, полезных и интересных видео. Всем удачи и добро пожаловать на мой канал! Субтитры сделал DimaTorzok